В Совете Федерации Дни Приморского Края. Делегацию региона возглавляет губернатор Олег Кожемяк и председатель ЗАГС Собрания Александр Ролик. Уже завтра в ходе пленарного заседания Верхней Палаты Парламента руководители региона расскажут о ключевых направлениях социально-экономического развития Приморского Края. А накануне в ходе расширенного заседания Комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера были рассмотрены вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры на территории региона. Каким выводом и решением пришли сенаторы, об этом узнаем прямо сейчас в нашей студии глава Комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Андрей Анатольевич, приветствую вас. Да, добрый день. Почему вы сосредоточили свое внимание во время работы комитета именно на вопросах модернизации коммунальной инфраструктуры региона? Ну, хочу сказать, что тему, заявленную на дни субъекта, в Совете Федерации о проведении выбирает сам субъект. Но то, что Приморский край выбрал тему коммунальной инфраструктуры, его модернизации и замены, это не случайно. Сегодня, если в целом говорить по Российской Федерации, изношенность коммунальной инфраструктуры примерно 60-65%. Вот по проведенному аналитике в Приморском крае, средняя изношенность коммунальных сетей 65%. Именно эту тему и заявили как раз коллеги из Приморского края. И у нас на комитете был очень интересный разговор. Разговор был очень подробный и с участием представителей федеральных министерств. В частности, замминистра жилищно-коммунального хозяйства строительства, Миндаль Восток Развития, Фонд развития территории, Министерство финансов. То есть все заинтересованные органы исполнительной власти. И речь шла именно о модернизации, это первое. И второе шло именно о строительстве новых сетей, потому что сегодня катастрофически не хватает для развития в целом Приморского края. А каким образом сегодня происходит этот процесс в регионе? Есть ли какие-то особые решения, интересные практики? Ну, следует отметить, что вчера команда Приморского края, те, что у нас были на комитете, это и председатели законодательного собрания, и заместители председателя правительства, отвечающие за эти вопросы, было очень подробно рассказано о проблемах. Но не только о проблемах, и о тех путях решения, которые сегодня применяются. То есть сегодня хочется отметить, что Приморский край участвует во всех федеральных программах, которые сегодня работают. Прежде всего, конечно, это так называемое инфраструктурное меню. То есть если мы говорим сегодня о замене коммунальных сетей, то участие и через Фонд развития территории, и через Фонд национального благосостояния. Допустим, вот хочется отметить, что на сегодняшний день в Приморском крае 19 объектов с 19 по 24 год были внесены в эту программу на общую стоимость суммы 4 миллиарда рублей. Из них 9 объектов уже сданы, 6 объектов будет сдаваться в этом году и оставшиеся в следующем году. Поэтому это касается и остальных программ, и мы посмотрели еще, насколько возможно расширение участия программ и помощи. Допустим, вот по инфраструктурным бюджетным облигациям. Это то, что касается ИБК, инфраструктурно-бюджетные кредиты взяли Приморский край в целом сделать заявку на 12 миллиардов рублей. Это сумма значительная, но мы не сомневаемся в том, что коллеги из Приморского края это освоят. И один из важных сегодня моментов, то, что объект, который больше всего заявляли, это так называемый Большой Камень, это городской округ, это отдельная по нему программа. И мы отдельно рассмотрели участие как раз органов власти исполнительной для того, чтобы это было развитием. А другим регионам есть что перенять из этого опыта? Конечно, есть. Вот опять же, возвращаясь к этому проекту Большой Камень, это городской округ, на сегодняшний день там проживает 38 тысяч человек, но по программе развития вот именно этого городского округа к 30-му году планируется удвоение населения, 65 тысяч. Но самое главное, сегодня вот здесь строится новый микрорайон на 150 тысяч квадратных метров. И столкнулись с тем, что сегодня абсолютная нехватка коммунальной инфраструктуры, это и водоотведение, и водоснабжение. И для того, чтобы развивался регион дальше, в частности вот через такие городские округа, необходимо сегодня участие федеральных органов исполнительной власти. И мы вчера на комитете очень подробно рассмотрели, и было внесено предложение и правительству Российской Федерации, и отдельным министерствам, для того, чтобы эта программа, которая сегодня заработает, это еще одна программа специальной казначейские кредиты. Я хочу просто напомнить, что в прошлом году в декабре месяце было принято решение по предложению президента увеличения суммы на 250 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов рублей в этом году выделяется как раз на дальневосточный регион, отдельная программа. И очень важно, мы вчера об этом проговорили, что вовремя подать заявку для того, чтобы регион смог участвовать. Но, как вчера нас заверили коллеги, заявка практически готова, и наша задача вот на этих всех этапах помогать сегодня коллегам с Приморского края. Все понимают, что это сегодня регион стратегического развития, об этом вчера говорили все представители всех министерств. Действительно, сегодня это очень-очень необходимо в целом для развития и дальневосточного округа, и, конечно, Российской Федерации. Итак, какие решения приняты по итогам вашего заседания, и какие конкретно объекты коммунальной инфраструктуры получат поддержку от центра? Ну, еще раз хочу сказать, что в целом это внесение в те программы, которые уже были заявлены, это первое. Следующий момент – это конкретные цифры и программы по большому-большому камню городскому округу, потому что мы считаем, что именно через развитие вот таких отдельно взятых городских кругов, они небольшие, да, он небольшой. И сегодня программа развития предусматривает наличие минимум 50 тысяч населения. Но таких немного сегодня в Приморском крае, и мы думаем, что очень правильно будет именно вот такие небольшие городские округа включить их в программу. И наша задача, чтобы те заявки, которые были переданы и заявлены вчера в нашем комитете, они вошли и в федеральные программы, и в инвестиционные программы, ну и, конечно, в те инфраструктурные проекты, которые сегодня уже начинают работать. Спасибо, Андрей Анатольевич. Об итогах заседания Комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера нам рассказал его глава Андрей Шевченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова